Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сам Букаин отказался комментировать постановление суда, а его адвокат Альфред Воронько заявил журналистам, что его клиент ненамеренно испортил экспозицию. «Букаин хотел сфотографироваться на фоне выставки, когда она рухнула. Так получилось, что экспозиция обрушилась, а он был задержан. Очевидно, она была нестабильной», — сказал адвокат. Тем временем уголовное дело завели на автора выставки Сергея Мельникова. Он якобы призвал латвийское общество прогнать оккупантов со своей земли, отправив назад вагоны с 300 тысячами русскоязычных скотов. «Имеется в виду возвращение на родину тех, кого в середине прошлого века завезли из РСФСР на место вывезенных в трудовые лагеря жителей Латвии». В целом, из прибалтийских стран в 1941 году депортировали 47 тысяч человек. С собой разрешали брать лишь столько вещей, сколько люди могли унести. Они не знали, куда их везут, поэтому не брали зимнюю одежду. Многих депортированных привезли в глухую тайгу, оставив погибать там от голода и холода. В отличие от Литвы, где количество выходцев из России колеблется в рамках 4-5%, в Латвии, так называемых русскоговорящих, около четверти от всего населения. И хотя они существенно ограничены в правах, но все же могут активно влиять на политику страны. Митинг в поддержку жителей Крыма и их право на самоопределение состоялся и в Риге. Люди сначала собрались у посольства Франции, затем направились к посольству Германии, оттуда к зданию представительства Евросоюза. Россия! 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 Дерегите! Дерегите! Севастополь! Севастополь! Референдум! 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 В итоге, 11 октября было совершено второе нападение на выставку. В результате она разрушена полностью. Напомним, автор экспозиции зимой 2014 года присутствовал на Майдане. Это его обращение со сцены к бойцам Беркута вечером 18 февраля. Накануне Янукович отдал приказ устроить зачистку центра Киева от протестующих. Обратите внимание, как люди вяло реагируют на слова Мельникова о том, что российской ноги не будет в Украине. Никто еще не понимает, что произойдет в будущем. Я вас не могу призывать сложить ваши щиты. Я гражданин другой державы. Но российской ноги здесь не будет. Слава Украине! Менее чем через два дня началась оккупация Крыма. На медали, которую получили соучастники аннексии, проставлена дата старта операции. 20 февраля 2014 года. Это случилось одновременно с началом массового расстрела людей на Майдане, когда бывший президент Янукович еще находился в Киеве. Сопоставьте эти факты с теми, что рассказывал президент РФ в фильме «Крым. Путь на родину». И многое прояснится насчет организаторов бойни в столице Украины. Сергей Мельников делает все, чтобы люди не забывали о произошедшем. Но кое-кому данное обстоятельство очень режет глаза. С чего бы это? Я с болью отношусь, воспринимаю все то, что происходит с Украиной, потому что весь мой рот оттуда. Он, правда, был весь вырезан пришлыми ребятами с севера. Они все время ходят в гости незваными. Сейчас вот в Сирии. Вот. Сирии.